Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, вдруг речь о бесах. И при том очень часто. Христос начинает служение, бесы, сатана вокруг. Да мало того, закрыто еще сколько бесов. Когда Иоанн Затаус рассуждает, то говорит, вот кричат люди. Садись в крестах. Мы поверим, что ты Сын Божий. Кричали фарисеи, их языки шерелились, гортаньи. Он говорит, это демон кричал, сатана, а через них. Он еще не из Рима, где что говорит. Все, что протеялся, то один раз приоткрылась эта завеса. Петр сказал, если бы Христос не сказал сатана, мы его пропустили мимо. Ну, Петр мало что жалеет Христа. Христос увидел рога, увидел копыта. По нашему мы понимаем, как мы сатану. А вот часто приходят кучерявые, интересные, богатые на машине. И он изгоняет демона. Иногда люди живут ничем неотличимо от бесов. Вот стадо послось свиней. А если бы стадо коров? Ну, вот этого не было. А если стадо гусей? Давайте все переберем. Только свиней. А почему? Образ жизни. Как живет свинья? Разница очень большая между овечкой и свиньей. Вы овцы. А когда не исполняете, то вы свиньи. Вот люди разговаривают, в храме придут. И он говорит, стадо лошадей. Злато лошадей. Злато лошадей говорит. И вы языком своим кучу навоза принесли в храм. Грубен какой. Да разве можно так? Он выходит в злато лошадь говорить. А приходят люди из старского дворца и слушают. Постоянно. И он начинает говорить. Опять беснуется иродиада. Головы и ановы требуют. А это царица Евдокия. Потому что ничего нет страшнее злобной женщины. У них плоская крыша. А разъеленные медведицы. Одна медведицы выше, две медведицы сорок два разорвали. Он говорит, саду и медведицы даже на крыше прятаться негде. На углу притаюсь и все-таки легче, чем со злой живой в пространном доме. Не в оберком это нельзя спрятаться. Она тебя найдет языком своим. И он говорит в проповедь. А в древних временах, когда Иоанна Крестителя гнадит, Иоанн Иоанна требовал до его главы у Ироды. А Иоанну за того стогнала жена Аркадия, царя Евдоксия, как зовут Евдокия. И он говорит, требует главы Иоанновой. Все догадались. Прибежали, говорит, он тебя называл предбеснующийся Иродиада и требуешь главы его. Ярость женщины безграничная. Она бесновалась. Она кричала. Но в свою сторону привлекла Епифания. Епифания великий. Святой. И она говорит, если ты не положишь мне не изложить Иоанна, я запрещу религию христианскую, открой их как пища языческие. Он в ужас пришел. Никакой меры, ничего нет. И мы на поводу едят у этих женщин. Что она скажет? Да что она скажет? Она беснуется. А что должен был Аркадий делать? Ничего и не делать. Она ничего бы не сделала, если бы ее не поддержал патриарх Феософ Александринский. А царь был очень безвольный. Безвольный муж. И погубили. Она никого не боялась. Но 32 года будет в городу лежать и подпрыгиваться. Лежать и трястись. Мертвое покоя не будет нигде. А можно было по-другому? Можно. Надо было сразу сказать, я бесновалась, изгонит меня Иоанн Бесов. Вот как надо было сказать. А кому не скажешь, беснуется. Ты что меня, за кого ты меня считаешь? Беснуется. Вот эти слова сравни со Словом Божьим. Ты увидишь, они враждебные Библии. Враждебные Слово Божие, Евангелие. Книга Исход, 23 глава, 18 стих. Господь говорит, изгоню. И изгонял Бесов. А когда изгоняет Бесов, вот в этот момент царствие Божие пришло в это место. Если Господь изгоняет. Достигла до вас царствие Божие. А если Бесы не изгоняются, царствие Божие нет, свинарно. Задумайтесь, и достигла царствие Божие. И Пророк говорит так. Изгонил язычников от лица твоего. Я решил узнать, кого, где Бог изгоняет. Кого мы должны изгонять. Кто нас будет изгонять. Слово изгоню имеет очень широкий диапазон. Даже Бога и знали из жизни. Старозаконие 9.14. Когда будет изгонять их, другие народы, Господь Бог твой, то ты не говори, что за праведность мою Господь Бог изгоняет их, чтобы нас поселить на этой доброй земле. Не говори, это по милости Божией. Я посмотрел по улице, я знаю, как раньше здесь была деревня, какие люди бы жили. И сказали, а вот будут они верующие, а куда остальные делаются? Я не знаю куда, но я услышал голос Божий, к примеру сказать, будут жить они верующие. Да еще свуту будут наводить. И Господь будет ощущать, ощущать. Смел в деревне, нету ее. 20 лет земля отдыхала, субботствовала. Поселились новые люди. А были такие люди? Не было. Это я определенно скажу. Наша семья постилась, а больше не стоило. Дядя мой постился. Не знали. А ходить в храм не ходили, не знали. Этого не было. А Гиблия не слышали даже. Евангелие не слышали. Это все уже было у Бога запрограммировано. Он сначала изгнал всех жителей, а потом заново начал населять. А будут поселять все не угодно. Изгонять и изгонять будет Господь. Это милость Его. Я на меня, батюшки, сказал, главный виновник, что уезжают люди, это ты. Не я. Я на втором месте. А почему? Литургия. Ты все выполняешь. Оглашенные изыдите. Ничего не пропускаешь. Со страхом совершаешь богослужение. Молитву. Все почему вы? Это означает, что здесь присутствует Бог. И Бог выскабливает и выметает все. Вот почему. Все начни, как попало, делать. И Господь попустит, и нечестивствами обрастешь со всех сторон. Даже выселить невозможно людей. Сами отпадают и уходят. Скажи, обидится, да кто ты такой, да меня выселяет, закон на моей стороне. Никакого закона нету. Сами начинают трястись, трястись, и видишь, уходят. Почему? Не вытерпит душа. Если правильно, будет совершаться литургия. Нельзя литургию называть небом на земле. Иеремия 8.3. И будут ускать смерти вместо жизни. И везде, куда я их изгоню, и сам посидится смерть. Так они верующие. А в церковь отошел человек веры, никакой можешь не иметь. Это бесполезно, ты тебя уговариваешь. Бог так говорит. Церковь это его невеста, его жена. А все остальные прелюбодейки. Все сверху, все это прелюбодейство. Оси 9.15. За злые дела я их изгоняю из дома моего. И не буду больше любить их, говорит Господь. А в церкви Бог есть любовь. Написано. А почему вы решили, что Бог к вам с любовью относится? Ну, Бог есть любовь. Да Господь говорит, не буду любить. Он же не любовь для вас. А огонь пожирающий. Потому что вы оставили церковь Христову православную. А без церкви, которая от апостолов уйдет, ничего нет. Это выдумка. По-человечески можно строить, но это пустое. Я скажу, что дело, значит, здесь было очень необычное. Алтайский край, большой край. Очень большой. Это самое государство. По европейским местам. 360 сел было разрушено. Ни одного пока не восстановлено. А попытки были, да были. Все заглохло. Такого оттоже, видите, Господь, у нас идет так, как было сказано. Задача не ставилась. Тысяча человек будет или сколько. Восправляемо старинных, благочестивых, христианских обычаев. Пока устав соблюдается, так Господь и будет вытряхать. Всех, кто намышает, кто не молится, кто не заботится. Матфея 7, 27. Ученики говорят, не своим ли именем мы бесов изгоняли на суде Божьем. Может быть и так. Но я скажу, я никогда не знал вас. И изгоним Господь этих людей. Почему? А были не в церкви. И Господь спрашивает, почему ты вошел в небрачные одежды? А какая брачная одежда? Которую дается в крещение. Во Христа крестившийся, во Христа обликшийся. Да они тоже сектанты крестят. Их крещение есть о сквернении. Тот, кто может крестить тот, кому это доверено. Тот, который через крещение вводит в церковь, а не в другое помещение. Матфея 17, 21. Те же роды изгоняются только по стому магнитвы. Ты меня никогда не сможешь убедить, что там нет бесов, если ты не подкишься. И Анна Толст прямо говорит, я не знаю твою биографию. Ты мне скажи, что ты не молишься. Ну, сознайся. И я тебе скажу, ничего бы никого ты не сделал. И не сделать никогда. Пост и молитва. Предали. Убери лишнее килограмм усала с живота. И ты увидишь, как она завопит. Плоть будет вопить, как свинья резаная. Она не может терпеть этого. Дух нечистый и любит другое. Ему, чтобы молитвы не было, и спанье. Спанье, жирный, как будто девятым месяцем беременный мужчина. Бойте этого. Страшивайте этого. Пост. Это твое спасение. А ради этого может быть, я вам говорю примеры. Наши глаза. Все, которые близко с нами сходились, какие приезжали и какие уехали. В течение одной зимы человек меняет все. Пост и молитва. Книга Левит 26.17. Я обращу мое лицо против вас, говорит Господь. И побежите, когда никто не гонится за вами. А это было с Израилем. Несколько человек, только вышли, и тысячи израильтян побежали. Господь обратил лицо против вас. Нас Господь защищает. И поэтому мы все еще жили. Псалом 35.12. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. А ты начни молиться. Ты говоришь, меня изгоняет отсюда. Вы только любимчиков твоих имеете. Я слышу эти разговоры. А ты читай вот эту молитву. Скажи, нога да не наступит на меня, и рука грешника да не изгонит меня. А тебе не устоять, и ты выйдешь отсюда. А я буду в этом молиться, и меня Господь не изгонит, и ничего не сделает. И в церкви не изгонит. Меня несколько раз и отлучали, и запрещали. Я продолжал молиться, и все запрещения снимали, и извинялись. Мало того, вообще необычное дело. Притча Соломона 28.1. Несчестивый бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник смел, как лев. Ты хочешь быть смелым? Поборай все препятствия, какие даются. Не бегай с места на место. Повторяю, что нам, если бы люди знали, как мы живем здесь. Вот так открыто, что со Словом Божием, как идет литургия, не миллионы, миллиарды позавидовали бы. А люди этого не понимают рядом. Почему? Они это даже ни во что ставят. Иеремия 20.11. Со мною Господь, поэтому гонители мои споткнутся. Ничего не получится. Ты считаешь гонимы? Даже тогда мы должны споткнуться. Но мы не спотыкаемся, стоим прямо. Пророк Осия, 2 глава, 7 стих. И вот ты погонишься за любовниками своими, но не догонишь и скажешь, возвращусь к первому мужу, ибо тогда было мне лучше, нежели теперь. Это говорится об Израиле. То есть он стал изменять Бога и Егоя, потянули к другим идолам. Но это и относится к каждому. Вот поговорите с людьми, которые были в церкви, которые ушли. Они ничего не обрели. Да, у нас там было хорошо. Я говорю, а что хорошего? У нас защищенность там была. Защищенность. И дальше вопросами человека разворачиваю. Ничего оказывается сегодня и нет. Хорошо было тебе вначале. И ты другим даже этого не скажешь. А возвращусь я к первому своему состоянию. Ио 18, 18. Изгоняет его Господь из света во тьму, и сотрут его света земли. Чтобы с нами это не случилось. Если ему Богу было мне угодно, тебе нигде не устоять. Нигде. Преследовать Господь будет. Ио 36 стих. Из общества. Изгонят их. И кричат на них, как на вагов, как на прелюбодеев. Если святости нет, тебя все будут гнать. Сираха 28, 16. Где еще бывает, что изгоняют. А третий язык. У мира есть такая поговорка. Если лидой бывает, третий лишний. Язык третий многих поколебал. И изгонял их из народа к народу. То есть кто-то наушничает, кто-то поддерживает. А ты у нее какая смута, погаси ее сразу. Ты же приехал зачем? Главная цель у тебя была восстанавливать. Ну и продолжай восстанавливать. Цель-то еще не достигнута. Больше тебе ничего не надо знать. Притча Соломона, 18.23. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо. И получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье свое. А содержащий прелюбодеев безумен и нечестив. Вот сегодня, как сказать, 80% разводов. Ну и не всегда по вине жены разводятся. Очень часто по вине мужа. Опять же, если добрая жена, какая добрая? Как она неверующая, под сомнением ставится. А в чем ее забрата? Детей правильно не расцветают. Опять возвращаемся к тому, что надо прийти в долгу. И тогда их гонять не будут. Лука, 11.49. Вот я пошлю к вам пророков и апостолов. Одних убьют, а других изгонят. В это число гонимых мы можем попасть. Когда нас гонят за Слово Божие, за проповедь, соблаженным мы перед Господом будем. Иоанн 6.37. Приходящего ко мне я не изгоню. Вон, говорит Господь. И 3 Иоанн 1.10. Говорит о каком-то человеке, который не принимает братьев, когда они приходят, и изгоняется в церкви. А вот вы сколько здесь живете? Посмотрите, кто к вам приезжал? Ваша до этого жизнь-то была? Ты говоришь, я был неверующий. Ну и неверующий хоть один-то есть. А эти верующие есть. Где друзья? Узнаю. Оказывается, никто никогда не приезжал. Живет человек 5-10 лет. И никто, ни один человек не приезжал. Нет. Да как это может быть? Я этого даже и понять не могу. Выходит, ты жил один. И Акзаталу, говорит, вот за это ты отвечать будешь, чтобы у тебя и помолиться некому. Да у тебя, если только что-то заболело, окно, может 5 человек, чтобы минимум стояло рядом. Что с тобой случилось? Что сестра? Да как без тебя? Да как будет? Что? А здесь никого нигде нету. Вообще никого. Ну, родственник там, привет. Родственник считать не надо, там неверующий. У тебя должны обязательно быть где-то посеянные семена, которые дают уже всходы. Псалом 35-12. Рука грешника, да не изгонит меня. Этой молитвой надо молиться и понимать. За что изгонит? А ведь изгоняет Господь не одного, не два человека. Вот белая эмиграция. Два миллиона сразу Бог вытолкнул за рубеж. Два миллиона! Предсалтайский край Бог сдвинул и пошли скитаться. И когда читаешь, ужас берет на каком-то острове. Ну, немного, полторы тысячи. Полтора года все вымерли. Не хотели правила гигиены соблюдать, дезинтерии, все умерли. Псалом 105-й стих. Ну, а кого мы должны изгонять? Тайно клевещущего на ближнего своего. Изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Ну, я не буду знать. Это Давид говорит. А зачем-то там псалтыр читаем. Псалтыр-то это мы читаем. Это не просто псалтыр, неусыпающий, а мы должны сердце приложить к словам Давида. Давиду это не нравилось? Нет. Он говорит, у Бога поселится на горе тот, кто не лжет, кто не привещет на ближнего своего, кто ищет Бога, кто стремится к Нему. Исаии 66-5. За слово его, за имя его будут гнать и преследовать. Удостоимся ли мы быть в числе этих гонимов, зависит, в первую очередь, от того, освобожденным ли от демонов, от гнева, от верности сами себя. А вот тогда-то слово Божие нас и не исчезает. А не так, я как буду жить? Плохо. Жить не по слову. Но гонения будут, я выйду, я на костер зайду, и я буду мучеником. Были такие. И они выходили, и только от угрозы отрекались, теряли остаток веры, когда их никто не вызывал. В житиях такие описываются. Никогда не надо вылазить, не надо напрашиваться. А говорить, Господи, помоги тем, которые гонимы, а если уж до меня допустишь, помоги и дай мне силы выстоять. Господи, да не буду я изгнан из числа тех, которые уже записаны. Господь говорит, я изглажен в книге жизни, означает изгнанных. Может быть уже в раю. То есть мы уже там прописаны, мы свои небесным жителям приступили к ограду Иерусалиму, но если только будем идти не по слову Божию, если ухо будет наше обнимать каким-то сплетнем, словам и лживым, внутри слова Божия не уместится. Все будет испорчено. Если мы что-то купили, хорошее масло там есть, так как боимся, что туда что-то не попало. Поэтому слышно слово Божие, надо все время заботиться о Господе, поставь прегранство, вы изгоните всякие нечистые мысли, пустые разговоры. Вы видите, человек колеблется. Почему я вас должен подталкивать? Выйдем, кого не было. Я посылаю вас, зайдите в этот двор, человека опять не было, что он заболел, уехал. Смотрите дорожки. Ангел идет сзади и считает шаги человека, тогда он идет для пользы ближнего. Итак, когда Господь говорит, что Духом Божиим изгоняется, то достигнет у нас царствие Божие. А мы говорим, да приедет царствие свое. Значит, нужно, чтобы демоны, злые духи, злые слова были изгнаны из нас. И тогда мы достигнем царства небесного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!